А перед началом этого видео хочу попросить тебя, чтобы ты мне помог спасти эту маленькую свинку, которая попалась в ловушку Грифера. Чтобы ее спасти, ты должен поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал и нажать клавишу колокольчика в течение следующих 4 секунд. Скорее, иначе она упадет в лаву. Раз, два, три, четыре. Так, я надеюсь, ты все правильно сделал. И когда я нажму на этот рычаг, ловушка должна деактивироваться. Давай попробуем. Да, отлично, мы спасли с тобой поросенка. Спасибо тебе большое, дорогой друг. Привет, ребят, меня зовут Рейсмон. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт. И в этом видео, по вашим многочисленным просьбам, мы с вами отправимся внутрь пчелы в Майнкрафте. Да, это уже, я даже не знаю, какая часть, но, в общем-то, какая-то часть анатомии в Майнкрафте, где мы с вами отправляемся внутрь мобов, изучаем их, смотрим, из чего они состоят, и также изучаем их внутренности и их в целом анатомию. Ну что ж, поехали. В общем-то, сегодня мы с вами будем проникать внутрь пчелы. Для этого нам потребуется жемчуг эндера. Я его уже взял и приготовил, но также там будет достаточно темно, поэтому я себе уже прописал ночное зрение. У меня оно уже есть, я его купил. Чё вы мне все кидаете это? Зачем мне это? Зачем мне это? Ладно, неважно. Короче, нам нужно сейчас будет отправиться внутрь пчелы, изучить её и подписать все её звуки. Сегодняшнее видео, наверное, будет достаточно коротким, потому что в пчеле особо ничего толком и нету интересного. Ну как, есть на самом деле, но она очень маленькая, и поэтому я думаю, что мы там надолго не задержимся. Ну что ж, поехали. В общем-то, нам нужно взять с собой эндер-жемчуг. Отлично, берём его. И теперь просто-напросто кидаем в нашу пчелу. Оп! И мы с вами проникли внутрь пчелы. Сейчас мы находимся прямо внутри неё. Отсюда мы появились. Вот здесь вот жало пчелы находится. И оно очень сильно жалит игроков и наносит эффект отравления, когда вы атакуете пчелу. Так, что же у нас тут ещё есть? Здесь у нас везде соты, которые пчелы могут плести и откладывать. Также здесь есть скелет пчелы. Да, в Майнкрафте у пчелы теперь есть скелет. И посмотрите, какой он крутой. Офигенно! Я думаю, на превью он смотрится ещё круче, чем здесь. Также здесь имеется несколько редстоун нервов, которые издают звуки. И также то, что заставляет пчелу производить мёд. Ну что ж, давайте я вам, наверное, покажу. В общем-то, когда пчела вдыхает пыльцу с цветов, то пыльца попадает вот сюда, вот в эту вороночку. И потом пыльца идёт, идёт, идёт внизу. И происходит у нас получение мёда. Давайте попробуем это сделать. Нажимаем, раз, пыльца у нас залетела. Идём, идём, идём. И оба! И мы с вами получаем бутылочку мёда, которую мы можем с вами выпить. Отлично. Так. Фух, блин, я забыл. Просто мёд, по-моему, снимает эффекты зелий. Но он только негативные снимает. Поэтому у меня не снялось ночное зрение. Давайте ещё раз попробуем. Посмотрим, как это выглядит. Раз, вылетела пыльца. Воронка её поймала. И теперь ждём. Отлично. И снова получили мёд. Кстати, таким образом пчела откладывает мёд через, в общем-то, себя. Через вот это отверстие. И откладывает его в своём улее. Так. Но у нас сейчас пчела не в улее. Поэтому не будем её особо с этим мучить. Также у нас пчела издаёт очень много звуков. Ну, как очень много. У нас их издаёт шесть. Но я два звука из них не показывал. Потому что это звуки, которые она издаёт внутри улея. Их практически не слышно, когда я это дело проверял. Поэтому будем с вами просто рассматривать звуки, которые слышно. И слышно точно. Так. Ну что ж. Давайте начнём. Пожалуй, первый звук. Это вот этот. Так. Это у нас звук боли пчелы. Когда пчела испытывает боль, когда вы её бьёте, она издаёт этот звук. Давайте мы его подпишем сразу. Так. Это у нас боль. Отлично. Следующий звук у нас находится с противоположной стороны. Это звук... Это звук смерти пчелы. Ага. Давайте тоже подпишем звук смерти. Когда пчела умирает, она издаёт вот такой вот кряхтящий звук. Так. Дальше. Что у нас есть по звукам? Ну, это обычный звук эмбиента. Когда пчела летает и собирает пыльцу, она издаёт вот такой вот звук. Но издаёт она его далеко не всегда. Давайте мы его назовём звук эмбиент. Эмбиент. Так. Отлично. И также у нас пчела издаёт ещё кое-какой звук, когда она агрессивна. Когда рой пчёл становится агрессивен к вам, то тогда пчела начинает издавать вот такой вот звук. Подпишем его звук агрессии. Так. В целом, вот такая вот у нас пчела. Она на самом деле очень небольшая. Здесь практически ничего толком нету. Она очень маленькая, но зато здесь очень много мёда, и вы по нему можете попрыгать. Тут блюм, 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 блюм и блюм. Так. Ну, давайте ещё раз посмотрим, как получается мёд. И я думаю, в принципе, на этом сегодня мы с вами закачиваем. Да. Сегодня у нас очень короткое видео. Но потому что внутри пчелы ничего особо интересного нет, и она очень маленькая. Вот. Ну, что ж. На этом, в принципе, всё, ребят. Давайте выйдем из пчелы. Посмотреть пчелу изнутри вы можете на моём сервере в Майнкрафте. Зайти, найти мой участок. Вот. И, как мои подписчики, в общем-то, проникнуть внутрь пчелы. И, кстати, ребята. О-о-о-о! Залагало. Залагало. Всё отлагало. И также ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был я, Рисман. Всем удачи и всем пока-пока. И также не забывайте писать в комментарии, какого моба мне проникнуть в следующем видео. Ну, а также хочу вам напомнить о том, что у меня есть свой собственный сервер по Майнкрафту 1.15.2. Чтобы играть вместе со мной, просто-напросто скопирую IP-адрес из описания и вперёд играть на моём сервере. Субтитры создавал DimaTorzok